Красота рождается в сердце, отражается в глазах и живет в поступках. Ток-шоу «Красивые люди» со Светланой Иотко. Каждый четверг с 5 до 6 вечера на Радио Этно-ФМ. Записи прямых эфиров доступны в Фейсбуке, на странице Радио Этно-ФМ и Beautiful People. Для участия звоните 916-507-35-86. Всем привет! С вами Светлана Иотко. И сегодня в проекте «Красивые люди» пастор Александр Шевченко. Приветствую вас сегодня в студии. Рада знакомству и возможности пообщаться с вами. Спасибо, Светлана. Я тоже рад. Молодой, талантливый, образованный, перспективный. Так описывает вас руководитель Радио Этно-ФМ Давид Панумарь, вспоминая ваше первое знакомство. Помните ли вы ваши первые шаги в Америке и как давно вы здесь вообще? Я здесь 32 года. Мне было 16, сейчас 48. Получается, ровно две трети своей жизни я прожил в Соединенных Штатах, преимущественно в Сакраменто. За исключением полтора года я жил в Лос-Анджелесе. Помните ли вы того молодого человека эти идеи, мечты, ожидания от Америки? Да, помню, помню свои первые впечатления. Немного ностальгировал по Украине. Первые годы были очень сложными. Потом, не знаю, как бы жизнь сама диктовала какие-то условия и нужно было жить, учиться, развиваться. Из какого города в Украине вы переехали? Кривой Рог. Недалеко от Днепра. Да. Что бы вы сейчас сказали себе тогда, молодому подростку? Что бы я сказал? Это максимально сосредоточься на своем внутреннем мире, выверяй свои желания, не повторяй и не копируй никого, ищи сам себя, будь честным с собой. Проводи время в уединении, в размышлении, чтобы тебя не затянуло общество, и чтобы ты просто не растворился в общей массе, чтобы остаться собой. А в подростковом возрасте ты же заявляешь еще о себе, ты еще ищешь себя. Вот. Ну, как бы вдвойне сложно. Поэтому меня, можно сказать, спасло то, что я по полдня проводил выединение. Уходил в парк, я молился, я думал, читал, как бы записывал кое-что. Можно сказать, пытался сам себя отыскать. Вы уже были ребенком верующих родителей, то есть свою веру они передали вам. Да, я родился в христианской семье, но это отдельная сложная тема, потому что еще неизвестно, что сложнее родиться в христианском доме и просто перенять традиции, но Бога так и не знать, или впервые встретиться с Богом, когда ты действительно познаешь личность Бога, сущность Бога. Я не знаю, что даже более сложно, уже родившись в христианском доме, на личном уровне установить какие-то отношения с Богом или впервые встретиться с Богом. И то, и другое непросто. Да, наверное, интересная тема. Я думаю, может, мы в продолжении нашего интервью частично затронем тему воспитания и ответственности родителей. Сейчас хотел бы узнать, есть ли у вас личная или семейная кредо? Ой, будет сложно сказать, потому что разные сферы жизни, но кредо будет сложно сказать. В одном выражении полностью я думаю, что если суммировать и мои проповеди, и книги, которые я написал, и вообще тип человека, которым я являюсь, я бы сделал максимальное ударение на искренность, на поиск себя. Я часто говорю, что найти Бога и найти себя — это не одно и то же. Многие люди нашли Бога в определенном смысле слова, но себя не нашли. Это значит, что человек так и не знает по-настоящему, зачем он пришел в этот мир. И как бы это банально не звучало, там призвание, все такое, эту фразу уже, и это понятие затерли до дыр, но все равно есть же место, где ты себя чувствуешь комфортно, где людям комфортно с тобой. И если ты попадаешь не в свою среду, ты не на своем месте, то кто-то сказал очень точно, ты одновременно причиняешь два вреда. Тебя нет там, где ты должен быть, и ты занимаешь чье-то место. Потому я все равно делаю большое ударение на поиски себя. В своем проекте я часто спрашиваю людей о таких понятиях, как красота, внутренняя, внешняя красота. И хотела бы также и вам задать этот вопрос. Что для вас красота, и какой человек красивый? Я знал, что передача называется «Красивые люди». Я не знал, как бы вокруг чего, догадывался, но я ехал в машине сейчас и вспомнил стихотворение Николая Заболоцкого. Мне очень оно нравится. Он там описывает девочку, подростка, которая некрасива внешне, у нее неровные зубы, у нее какие-то неслаженные движения, может быть, с дефектами, каким-то ребенок. И вот она во дворе многоэтажки наблюдает, как папа, не ее папа, чей-то папа, подарил двум мальчикам велосипеды. И какие они счастливые, как они быстро ездят на этих велосипедах. Она за ними бегает, она такая счастливая. У нее нет велосипеда, но ей абсолютно не присуще чувство зависти. Она просто радуется чужой радостью. И последнее четырестишья у Заболоцкого, он о красоте пишет, красоте внешней или красоте внутренней. И последние четыре строки потрясающие. Он говорит, так что же есть в мире красота, что так ее обожествляют люди? Это сосуд, в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде? И он просто проводит такую мощную параллель, что в основном все смотрят на сосуд. Какой красивый там. Женщина красивая, мужчина слаженный, красивый. Так это сосуд, в котором пустота, ты начинаешь разговаривать, а там просто звон, пусто. Или это огонь, и он возвращается к этой девочке, которая внешне абсолютно непривлекательна. Но внутри нее есть чистая душа, она радуется за других людей. Поэтому если возвратиться к Соломону, например, Соломон говорит, миловидность обманчива. Я много раз думал, почему, почему, почему миловидность обманчива и красота суетна, то есть оно пустое красота. Он говорит о внешней красоте. Почему это обманывает? Потому что, когда ты смотришь на внешне красивого человека, тебе кажется, что он такой весь, что это автоматически предполагает, какой человек внешне эрудированный, харизматичный, красивый, ухоженный. Значит, он такой цельный весь. Но это обманчивая идея. Может быть, да. Это не исключает того, что он и внутренне красив, но, может быть, и нет. Вот. Потому настоящая красота — это, наверное, личность. А личность состоит из качеств. Не из внешних данных, она состоит из свойств. Когда Библия описывает отдельных людей, там практически исключается описание внешности. Например, там Иов — человек богобоязненный, творящий много милостыни. Какой у него рост, какой у него вид. Это в художественной литературе этому придается значение. В Библии практически, когда описываются люди, или там Корнилий — человек благочестивый, творящий много милостыни в доме своем. То есть не внешние данные, а внутренние данные. Поэтому настоящая красота — она в семье. Настоящая красота — это мама, которая абсолютно не думает о себе. Она думает о ребенке. Вот она красота. Она и притягивает нас. Понятно, что мы люди, мы созданы, мы тянемся к красивому всему. И внешне всему красивому. И мир сотворен красивый. Дети красивые, люди красивые, чтобы их не уродовали болезни, злость, агрессия. Конечно же, это красота. Но это не все. Красота, наверное, какая-то гармония между своим внутренним наполнением и внешним. Красота рождается в сердце, отражается в глазах и живет в поступках. Ток-шоу «Красивые люди» со Светланой Иотко. Каждый четверг с 5 до 6 вечера на радио Этно-ФМ. Записи прямых эфиров доступны в Фейсбуке, на странице радио Этно-ФМ и Beautiful People. Для участия звоните 916-507-35-86. Сегодня о красоте, мотивации и помощи иммигранта мы говорим с пастором Александром Шевченко. Пастор, за что вы полюбили свою жену, помните? Да, конечно, помню. У каждого человека есть своя история. Я давно живу в этом городе, и оно как-то неэтично, наверное, рассказывать, хвалиться или хвалить близкого человека. Меня здесь все знают в этом городе, ну, многие. Ну, мы как молодые иммигранты, и тема, вот видите, красивых людей, когда говорят важнее все-таки внутренняя красота, а потом говоришь с мужчиной, и получается, он же все-таки обратил внимание на свою жену не только за внутреннюю красоту, но и за внешние качества. Опять же, совершенно верно. Если обращаться к Библии, там написано, если кто-то найдет добродетельную жену, то есть добрую, добрый человек, он по природе добрый. Это не просто чувство долга. Чувство долга – это несколько другое. Ты должен семье, родителям, детям, муж должен заботиться, семье приносить финансы. Но добродетель сама по себе, она не зависит от того, кто встречается на твоем пути. Ты просто добрый. Вот, например, Бог. Благ даже к неблагодарным и злым, казалось бы, они не заслуживают этого. Тебе на пути встречается неблагодарный, неблагородный, злой человек. Но это не меняет сущности Бога. Он благ. Он дает солнце, дождь. Он не может себя поменять. Он просто добрый. Потому так и написано о женщине. Если кто-то найдет добрую жену по природе, ну, это находка. И вот в моем случае так и получилось, что самая первая мысль о Жанне была связана с тем, что мы уехали в Россию. У нас была группа молодых людей. Мы в России начинали церкви. Это 1994-1996 годы. И я видел, как эта группа, особенно девушки, которые не были замужем, у нас было там 10, 12, 15 человек иногда, я видел, как они служили детям с инвалидностью. Это были суровые зимы, по пояс снега. Таскали гуманитарку туда. И в один вечер я просто сидел, разговаривал с Жанной. Ни одной мысли до этого не было о ней. Хотя я ее знал уже несколько лет. Но как она рассказывала, давай вот это сделаем, давай, слушай, а как ты смотришь? А я был ответственным в группе, потому как бы со мной советовались, я пытался как-то наладить эту работу. И в какой-то момент вот это просто бескорыстная любовь, вот это вот абсолютно чистое желание сделать кому-то добро, который не может или обделен в жизни, я вот это поймал в человеке. И первая мысль Светлана меня проскользнула. Как бы я хотел, чтобы моя будущая жена имела такое сердце. Вот первая мысль. Даже я ее в виду не имел. Я имел в виду тот образ, который я в ней прочитал. И потом уже, минут через 5-10, как будто кто-то мне задал вопрос. А почему ты думаешь, что она не может стать твоей женой? Это был, я не знаю, откуда эта мысль пришла, но это была вторая мысль в отношении Жанны. Вот, ну а дальше уже события развивались, я уже стал молиться, думать, и оно у меня стало разгораться. И через 2 недели после вот этой первой мысли я сделал предложение. Очень интересная история. И чтобы вы могли советовать молодым людям, которые вообще, в принципе, сейчас боятся подходить к девушкам. Я знаю, очень многие парни, они вообще неактивные, они ждут, пока девушки сделают первый шаг. Я не знаю, что это за ребята такие. Я просто не знаю. Я не умею это объяснить. Чего они ждут? Ну, по природе самой. Мы так созданы, что мужчина должен быть инициатором отношений. Ну, кто бы хотел, чтобы девушка инициировала отношения? Но иногда смотришь, как ведут себя ребята, и я не знаю, это меня просто раздражает. Не обо всех, разумеется, речь, но отдельные люди, они просто меня удивляют. Они какие-то несобранные, неопределенные. Мне иногда звонят, тоже приходят на консультацию, я говорю, слушайте, ты вообще сам можешь себе объяснить, что ты хочешь? Вот тебе 35, тебе 37, там 33, ты вообще чего хочешь? Ты вообще сам точку в этом решении поставить можешь? Ну, хорошо, вы встречаетесь уже год-два, ты чего и мозги пудришь? Ты или да, или нет? Ты же человека обижаешь. Зачем ты это делаешь? Я не знаю, с чем это связано. Ясно. То есть, ребятам надо быть более активными и не ждать, что, не знаю, там, Бог с неба пошлет жену, и она еще первая к нему подойдет. Не, ну я бы этого боялся. То есть, мужчина создан с внутренним настроением владеть. Женщина создана с настроением принадлежать. Если поменять их ролями, это страшно выглядит. Ну, в американском обществе, я думаю, бывает смещение ролей, поэтому здесь бывают разные, наверное, модели, но я рада, что у вас, да, в семье настолько это все гармонично. И насколько Жанна поддерживает ваше активное служение, вашу популярность в соцсетях, ваше вот такое чрезмерное, может быть, даже по служению вот уделение внимания другим людям? Ну, если сравнить количество встреч с людьми, количество звонков, то я бы даже сказал, что Жанна больше встречается с людьми, чем я и служит большему количеству людей, чем я, потому что высокий процент моего времени в последние годы уходит на написание книг, пособий, уходит на то, что я готовлюсь к проповеди, например, разъезды, участие в конференциях. она регулярно встречается с огромным количеством людей, преимущество 99% это девушки, женщины, которые приезжают с разных городов, с Сакрамента, по телефону консультируются, она с ними молится, то есть у нее огромный труд в этом смысле. Она больше служит. еще более занятой по времени в вашей семье. Хорошо, популярность в соцсетях для вас это осознанный шаг или какая-то случайность, потому что многие считают, что интернет, во-первых, это может быть зло, и излишняя медийность, она может быть опасна просто из-за того, что тебя могут контролировать разные службы, и во-вторых, может она и греховная, может привести к гордости. Вот как вы считаете? Ну, всякое может быть. Я ничего не делал для того, чтобы у меня было больше, чем полмиллиона подписчиков. Если взять пять основных социальных платформ, то там получается больше, чем полмиллиона. И это живые люди, это не мертвые души, настоящие люди, нам они пишут, в комментариях пишут приблизительно 300 плюс комментариев в сутки приходят. Вопросов, писем, звонков. Мы стараемся на каждый ответить. У меня работает большая команда. То я ничего для этого не делал. Люди, видимо, слушают, что-то их затрагивает, они вступают в какой-то диалог, выходят на обратную связь. Вот оно происходит непроизвольно. Потому я об этом как-то особо не думаю. Но это очень заметно. произошло, да? То есть цепенаправленно вы к этому не шли? Это же не в один день, это не просто, что что-то я там такое сделал. Это уже более 26 лет систематично. Вот я служу людям и отвечаю на вопросы, очень много делаем. Потому оно возрастало естественным образом. А в общем, вот интернет в глобальном смысле, это все-таки зло или возможности? Нет, ну это не то, не другое. Это просто по площадке, где мы встречаемся с людьми. Там разные люди. Как апостол Павел пишет, что он встречался с прохожими на площади. Я понимаю, что Павел иногда заходил в синагоги, там отдельный контингент собирается, там люди читают Писание, там совершенно другой язык используется, как ты с ними общаешься. И совершенно другой разговор на площади. Это где люди разные. Вот. Таким точно образом и у нас в социальных сетях. Я делал, кстати, опросник. По нашим подсчетам около 20 тысяч подписчиков у нас православные люди на социальных сетях. То есть они не соотносят себя с евангельскими верующими. Это самое настоящее православное. Когда я веду онлайн-курсы какие-то, я нередко вижу монашки сидят, греко-католики, католики. Были случаи не один раз, серия случаев, где священник приводил целый приход свой. Священники часто сидят в рясах на моих семинарах. У меня дружба с некоторыми священниками продолжительное время, годами. Вот. То есть я не зациклен на какой-то отдельной динаминации или конфессии. Я ничего для этого не делаю. Какая-то такая всеобщая открытость представителей разных христианских конфессий. И не только христианские конфессии, а даже религий. Мне писали имамы, что они слушают проповеди, хотя они мусульмане, служат в мечетях. То есть честно, мне это нравится. А вы помните тот момент, когда впервые решили записать свою проповедь или обращение к людям, будь то на видео, может, тогда еще кассеты были. Насколько это тогда рискованный был момент, и возможно, он тогда вообще казался абсурдным. Думалось, может, кто вообще это будет слушать, например? совершенно верно. Вы полностью прочитали мои мысли. Я внутренне не хотел этого. Я вообще вырос в деревне на окраине Кривого Рога. Я комплексовал. Я даже до сих пор, мне 48 лет, наверное, каждый раз, когда я поднимаюсь на сцену, в 95% случаев я бы предпочел сидеть в зале. Мне как бы не то, что не нравится, я преодолеваю себя, потому что я не считаю себя человеком каким-то очень способным, чтобы... И я всегда избегаю того, чтобы впечатлять людей. Я считаю, что для проповедника, для христианина само настроение удивить людей или впечатлить людей — это выстрел мимо. Я так считаю. Но это большое искушение. Каждый раз, когда включается микрофон, мы в эфире, ты невольно думаешь, как бы произвести положительное, разумеется, впечатление. Потому что ты становишься заложником общего настроения. Настоящий проповедник, он должен преследовать принципиально другую цель. Если это возможно, просто всё делать в интересах людей с заботой о душе другого человека. Здесь вообще разговор не обо мне. Слишком как-то всё дёшево, когда Вселенная крутится вокруг меня. Это младенчество, это детство, это какая-то незрелость. Всё действительно Бог даже выстроил вокруг человека. Когда я читал Евангелие, Христос говорит, «Я пришёл не для того, чтобы мне служили». Я остановился. Вот это да. Ничего не могу понять. Меня всю жизнь учили Богу служить. А тут Христос пришёл и говорит, «А я вообще пришёл не для того, чтобы мне служили». А что ты тогда пришёл на землю? Я пришёл послужить людям. Я помню этот переворот сознания, этот ресет, перезагрузку всех моих установок. Оказывается, Бог — это не просто, прости Господи, какое-то тучное небесное существо, которое сидит и все ползут к Нему, угождают Ему. Он пришёл и говорит, «Я между вами служащий, а не возлежащий. Я служу вам». И апостол Павел в Ариапаге грекам сказал, «Бог не требует служения рук человеческих, внимание, как бы имеющих в чём-либо нужду». То есть Павел говорит, «У Бога нужд нет». Люди, вы смешные. Вы думаете, вы Богу восполните какие-то нужды. У него вообще нет нужд. И потому он ничего не ожидает в плане служения. Он сам вам служит. Это перевернуло моё сознание. Я понял, что служение Богу — это служение человеку, потому что Бог первый показал пример в лице Иисуса Христа. Некоторые обвиняют русскоязычные населения Сакрамента в поддержке путинского режима. Но я знаю, что славянские церкви как раз наоборот поддерживают украинский народ, выступая против войны и помогая Украине. Каким образом ваша церковь поддерживает Украину? Я не знаю, откуда такие мысли, откуда такие настроения. Может быть, есть разные люди, разные акценты. Это надо разбирать каждую ситуацию в частности. Но здесь как бы очевидно, что это война, она несправедлива. Это очень много можно об этом говорить, потому здесь даже никто ни к чему не призывал. Здесь даже не нужно, не требовалось каких-то проповедей, воодушевлять людей. Мы, я помню, просто сказали вечером, кажется, в среду, что, ребята, у нас, друзья, Сакраменто, алло, на социальных сетях, да, у нас есть возможность самолетом отослать гуманитарную помощь на Польшу и там попробуем его ввести в Украину. Это мы сказали вечером, на неделе, просто на соцстраницах. А в четверг у нас люди из Сакраменто принесли 6 20-тонных контейнеров. У нас под потолок были завалены залы, потом на улице все это выкладывали. Несли все люди, то есть все здравомыслящие, адекватные люди понимают, что это горе, это беда, у людей сострадание и любовь. Потому я не думаю, что это вопрос как бы сложный, он требует какого-то разъяснения, если не брать во внимание отдельных, может быть, людей с какими-то определенными настроениями. Возможно ли побороть ненависть между народами? И как украинцам, которые пострадали от насилия, чьи дома были разрушены, родные убиты, избавиться от ненависти в сердце к русскому народу? Это очень непросто. Я считаю, что это возьмет время. Также это без содействия Бога, без помощи Бога, без душепопечения, без привлечения профессиональных духовных и просто профессиональных работников будет очень сложно. Думаю, что это будет вдвойне сложно, если со стороны насильника, со стороны военной армии не будет со временем проявлено хоть какого-то осмысления, извинения, покаяния, то, что делала в частности фашистская Германия не один раз. Я лично знаю людей, целая церемония устраивалась, приезжали дети и внуки тех людей, которые воевали, и они всячески пытались попросить прощения у людей. Тогда запускается какой-то механизм воссоединения и есть какие-то надежды на исцеление. Конечно, в процессе исцеления, если исходить из евангельского или христианского учения или христианской доктрины, я лично делаю два разных акцента. Одно дело простить, другое дело отпустить. Простить я могу, я даже обязан простить, потому что Христос сказал, если вы не будете прощать людям согрешений, то и Отец ваш небесный не простит вам. Но в моем понимании, я делаю эту оговорку сознательно, потому что некоторые люди не разделяют моего взгляда на эти вопросы, но я считаю, что простить я могу и даже обязан, повторяюсь, если у меня просят прощения. Потому там стоял вопрос, так, Господи, до скольких раз прощать брату моему? Петр спрашивает у Христа. Христос говорит, если он к тебе придет даже 77 раз и скажет «каюсь», прости ему. То есть, если человек осознает, что он сделал мне зло и вред, а если он не осознает, если я ему говорю «я тебя прощаю», он смеется, говорит «а я не считаю себя виновным, я завтра повторю то же самое», то что мое прощение дает ему? А вот мне это надо, мне. В моем случае, я считаю, что надо научиться отпускать. И в этом смысле отпустить, я вкладываю в этот смысл, как бы, Господь, я ничего в этом поменять не могу, я просто отдаю это на Твой суд, но я не буду преследовать этого человека, я не буду искать путей мести, я хочу освободиться, я хочу выйти, жизнь продолжается, я не хочу оказаться в рабстве вот этого непрощения, мести, потому что я уже сам страдаю, я спать не могу, я писал интервью с Эмекюли или Багиза, это женщина, которая пострадала в Руанде во время геноцида, у нее всех родных убили, я ее приглашал в Сакраменто, чернокожая женщина, я с ней делал интервью, и она говорит, понимаете, Александр, когда я выжила, она три месяца пряталась в туалете, один человек ее закрыл, просто замуровал там шесть других женщин, и она говорит, когда я выжила, и вот это племя, Хуту или Туцца, я сейчас точно не помню, это два племени воевали и убили около миллиона людей, и она говорит, я ненавидела этих людей, не просто этих людей, я ненавидела их детей, я ненавидела детей, которые у них родятся, хотя она была католичкой, и она говорит, я вдруг ужаснула себя, я поняла, о чем я отличаюсь от них, как они нас ненавидели, без повода, просто потому, что мы представители другой национальной группы, так я их ненавижу, даже тех, которые родятся, Они же вообще не причастны, получается, к тому, что произошло. И она говорит, вот тогда я первый раз упала на колени, сказала, Бог, спасай меня. Я попала. Я не знаю, как выйти. Я покрывалась потом, когда я видела этих людей. Меня все трясло. То есть это серьезнейшие травмы психологические. Потому что я сказал, без содействия Божьего, без покаяния с той стороны, это практически невозможно выйти с этого замкнутого круга. Но отпустить, как бы отдать все в руки Божьи и сказать, что, Господь, ты как бы сам суди, это разбирай. Вот позвольте мне еще две минуты, я скажу очень важную вещь. Когда я первый раз попал в музей жертв европейского еврейства Ядвашем в Иерусалиме, и я посетил детскую часть музея и смотрел и слышал это все, что 1.6 миллионов детей уничтожила фашистская Германия, еврейских детей. У меня случилось что-то, я до вечера не разговаривал. Я не хочу сказать, что меня отняло речь, но я ни слова не проронил. Я был под сильным шоком, что я там увидел и услышал. И я себя поймал на том, что я вот в автобусе, у нас была большая группа, я в автобусе сидел один, я постоянно эту фразу шептал сам для себя. Я говорил, Господи, как хорошо, что это еще не конец. Как хорошо, что это еще не конец. Что я имел в виду? Я имел в виду, что все тайное Бог приведет на суд. Да, на земле этого суда не случилось над этими насильниками. Нам бы очень хотелось, чтобы здесь же совершилось воздаяние. Потому что в Библии написано, когда суды Господни совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Как бы мозги на место стоят, что все-таки правда есть. И она в конце концов восторжествует. Но не всегда это совершается у нас на глазах или при нашей жизни. Поэтому я говорил, Господи, как хорошо, что это еще не конец. Я предполагал и подразумевал, что всякое дело Бог приведет на суд. Что это еще не конец. Хотя у этих детей в физическом мире это был конец, не хоть не ли жизнь. Но я пришел тогда, Светлана, к выводу, что всякая история, либо это частная трагедия отдельного человека, либо это национальная трагедия отдельного народа, всякая история, в которой насильник не наказан, говорит о том, что это не конец истории. Это не конец истории. Конец истории, то ли это случится при нашей жизни, то ли это случится на последнем суде, о котором Библия говорит, но конец будет именно с торжеством справедливости. Поэтому Бог воздаст каждому по делам Ему. Бог поругаем не бывает. Нет, что посеет человек, то и пожнет. Потому я понял, что всякая история, в которой насилие осталось ненаказанным, это не конец истории. Потому что Бог есть судья справедливый, так или иначе. Продолжаем разговор с пастором Александром Шевченко. И следующий вопрос по поводу того, насколько нам адекватно испытывать неприязнь друг к другу или даже ненависть, когда мы здесь находимся в Америке, да, в относительной безопасности, и мы проявляем неприязнь к людям по какому-то национальному признаку или по признаку того, на каком языке они говорят. Я сейчас скажу вещь, которая точно многим не понравится. Изначально приношу свои извинения, если я не смогу вас порадовать своим ответом. Но я считаю, что такие понятия, как патриотизм, национализм, нацизм и фашизм, это все ступени одной лестницы. Просто кто где остановился. Есть допустимая мера, здоровый как бы патриотизм, но мы незаметно перетекаем в форму какой-то нацизма, национализма, потом нацизма, потом фашизма. Потому здесь как бы такая дорога очень опасная. И именно ненависть или презрение к нации в целом – это признак фашизма. Это даже не я сказал. Это братья Стругацкие писали в своих трудах. Они сказали, что вернейший признак фашизма – это ненавидеть другую группу людей. Допустим, а евреи все такие, или там украинцы все такие, или там православные все такие, или мужчины все такие, там русские все такие. Но это уже по определению неправильно. Почему? Потому что в каждом народе есть люди хорошие и плохие. В каждой социальной группе есть люди хорошие и плохие. Поэтому правильно будет сказать, что я осуждаю насилие, и неважно, кто на моей дороге встречается, под каким флагом он приходит, этот кто-то. Но есть масса прекрасных людей. Вот сегодня, например, приятная новость. Мы едем в Варшаву через две недели. Мы там сняли большой зал, мы будем проводить там служение. Представьте, я первый раз озвучил. Я сюда ехал, я узнал эту новость. Человек из России, бизнесмен, который я вообще не знаю, прочитал на Фейсбуке, что мы едем в Варшаву. Это не дешевое удовольствие. Снять зал, там надо арендовать стульчики. Короче, это прилично стоит все. Он сказал, я хочу благословить это мероприятие, я хочу покрыть расходы, связанные с этими мероприятиями. Он инкогнитов. Я не знаю, кто этот человек. Но он из России, из Петербурга. То есть, и когда я это слышу, и у меня в душе такая как бы радость, что все-таки есть в центре человек. Вот есть человек. И потому я бы очень просил всех адекватных, здравомыслящих людей, тем более людей, именующих себя верующими, не обобщать. Один из распространенных пороков — это обобщение. Вы все такие. Это неправда. Потому что не все такие. Как вы относитесь к критике в свой адрес? Например, к критике в соцсетях. Допустим, если не вы ведете аккаунты, у вас группа, может, до вас там какие-то не доходят комментарии. Ну вот насколько вас это может ранить или задеть? Отвечаю. Человек, который меня уважает, я не хочу там говорить, любит, это уже такая, уважает, он никогда не напишет в комментариях, тем более в грубой форме, он не будет тыкать. Ты, кто ты такой там, да, что ты там себе позволяешь. Мы, во-первых, не знакомы. Есть элементарная этика. И человек, который меня уважает, он этого не сделает. Он в личку напишет, да? Или он там имейл попросит. Если он правда заботится о моей репутации, он хочет что-то подсказать. Но человек, который меня не уважает, он заинтересован клеветать. Клевета, если откроете словарь, — это порочащая ложь. Это сознательное выискивание каких-то пробоин, каких-то промахов. Например, я не точно процитировал библейский текст. Человек может просто на ровном месте, я же по памяти его цитировал, но это же само собой разумеется, я могу ошибиться, не совсем точно это сделать. Но человек может такую гадость написать. Да, они там и Библии не знают, вообще чё ты там торчишь. То есть таких людей, как правило, мы удаляем эти комментарии, даже блокируем, если человек несколько раз написал. Но меня, честно, Светлана, не цепляет это. Это всё пролетает мимо. Я его даже не читаю. Люди, которые систематически этим занимаются, кто эти люди для меня, чтобы я свою энергию расточал? Кто он? Я знаю, где он живёт. Кто этот человек? Он не никто. Поэтому какой-то милостью Божией меня просто абсолютно не задевает. Зря стараются. Я им пишу, зря старайтесь, ребята. Сколько букв написал, я его не читаю, правда. Спасибо за ответ. Я думаю, может, это кого-то тоже вдохновит, потому что путь блогерства или путь, например, человека, который выставляет какую-то информацию в интернете, он предполагает то, что будет всё равно кто-то кому-то нравишься, кому-то не нравишься. И вот если человек, может быть, не готов мимо себя пропускать эту критику, возможно, не стоит ему заниматься. Или всё равно стоит, как вы считаете? Ну, есть скандальные люди. Они выживают. Их популярность полностью зависит от скандалов. Только от скандалов. Это же не секрет, что многие блогеры, там, звёзды, эстрады несознательно иногда провоцируют конфликт, чтобы опять взлететь в ленте. Ну, это не обо мне. Хорошо, следующий вопрос немного о помощи иммигрантам, потому что часто иммигранты идеализируют жизнь в США, и это не секрет. Что бы вы могли сказать тем, кто ещё думает, что здесь, например, деньги растут на пальмах, и всё легко даётся? Есть хорошая японская поговорка. Там говорят так. Если ты хочешь, чтобы твой внук был миллионером, начинай бизнес. То есть внук, да, ты начинаешь, а внук будет миллионером. Да. То есть это умонастроение, присущее американцу, что это долгий, кропотливый, медленный путь. В основном всё связано с репутацией, с набором клиентов. И даже не в том, чтобы быстро заработать деньги, а в том, ты думаешь наперёд. К сожалению, если вспомнить 90-е годы, всё это распад Советского Союза, то многие как бы искусились или попробовали быстро зарабатывать. Потому всё умонастроение тех лет было связано с тем, что-то провернуть, что-то такое затеять, а потом просто исчезнуть, вывести деньги где-то в офшоры. И потому у многих такое же настроение и осталось. Они как бы выискивают, что-то такое уникальное, что-то такое надо сделать, чтобы вот этот самый миллион заработать, ну, за полгода. Ну, может кто-то и может это сделать, может и есть такие счастливчики. Но, в принципе, само настроение, я бы хотел сразу сказать, что это в Америке надо работать. И оно работает со временем на тебя, когда у тебя хорошая репутация, когда рекомендуют тебя люди, и ты медленно-медленно нарабатываешь клиентуру. Вот. И здесь вопрос даже не в том, что ты заработал большую сумму быстро. Здесь вопрос в стабильности, в постоянном доходе, на который ты рассчитываешь. Ну, мне кажется, среднестатистический американец, вот он так мыслит. Существуют некоторые опасения иммигрантов, о которых я спрашивала на своем инстаграм-аккаунте. И люди вот даже выстраивали классификацию, чего они боятся больше всего при переезде в Америку. И вот одна из таких важных, не знаю, частей, это упустить своих детей, потому что они видят то, что многие дети иммигрантов, и в том числе и верующих родителей, они совершают преступления, сидят в тюрьмах, становятся наркоманами, либо же меняют сексуальную ориентацию. Как уберечь детей? Это много всего наговорили. То есть, в общем, упустить детей. Мы едем, и нам говорят, смотрите, не упустите детей, потому что есть доступные сферы. Если быть откровенным, а я хочу быть откровенным, то мне пишут много людей, я уже это сказал, и звонят очень много людей. И у нас целый центр духовной помощи, где работает 21 человек, куда поступают люди или нужды такого критического характера. И там есть целый раздел, связанный с сексуальной ориентацией, и вот эти все вопросы, смена пола и все такое. Насколько я знаю, за все годы нашего служения, я помню один случай среди славян, где молодая... Два, два случая, помню, где молодая девушка сменила пол. Это, конечно, тайная информация, разумеется, но в моей практике, несмотря на то, что мы говорим о десятках, сотнях тысяч в нашем случае, нужд, комментариев, писем, я помню таких два случая. То, что это где-то витает в воздухе, то, что такой риск имеет место быть, да, то, что в этой стране мозги повернуты, в эту сторону не отрицаю, да. Но, знаете, опять же, кому-то будет это неприятно услышать, но я говорю то, чему я был очевидцем. Когда перед пандемией, за полгода где-то, за восемь месяцев до пандемии, я был в России, мы всей семьей ездили, и мы на полторы недели останавливались в Петербурге. Я сам лично видел в Петербурге, ну, наверное, пар десять, где мужчины шли, взявшись за руки. Это день, это центр города. То есть, да, там нет такой открытой пропаганды, как здесь, ну, как бы вот свобода, права там. Но оно есть. Это порог. Какая разница? Ты что, границами его обозначишь? Я понимаю, что есть пропаганда. Это отдельная статья, пропаганда. А есть жертвы пропаганды. Я понимаю разницу между этим. Но между тем, этого зла хватает везде. Еще один пример, Светлана. Это интересные вещи. Их надо просто всегда иметь в виду. И интересно еще, как церковь вообще реагирует. То есть, этих людей принимают или замечают сразу. Смотрите, это тоже история невымышленная. Она произошла со мной, и я несу ответственность за все, что я сейчас скажу. Я летел где-то в Европе, был короткий перелет. И я сидел рядом с девушкой, она на голову, может, на две выше меня. Она профессиональный волейболист. Она пять лет, это то, что она мне лично рассказала. Вот что слышал, то рассказываю. Она пять лет работала по контракту в Турции, по контракту играла в команде, в волейбол. И я говорю, какая жизнь Турции изнутри? Что ты там видела? Она говорит, вся наша команда, все девушки в нашей команде лесбиянки. Я говорю, в смысле, в Турции? Они турчанки? Да, они турчанки. Я говорю, что ты такое говоришь? Она говорит, знаешь, это месть, это тайная месть грубости мужчин. Отцы грубо ведут себя, братья грубо ведут себя, мужья грубо ведут себя, женщинами. Это тайная внутренняя месть за вот такое отношение к женщине. Вот. Потому мы не знаем масштабу этого зла. Мы только знаем, что маятник, он всегда качается из стороны в сторону. И еще неизвестно, где больше этой гадости водится. В тихом омуте, где вот так насилие проявляется, как в Турции, я не знаю, я там не жил, что слышал, то рассказывал. То есть, так точно и здесь. Ну, об этом очень много можно говорить. А церковь принимает этих людей или сразу как-то обосабливает их? Нет, смотрите, что значит принимает? Здесь были несколько скандальных историй, скажем, там с Хилсон церковью, кто-то там в хоре пел, как бы двое мужчин, якобы пара. Но я их точно не знаю, достоверности этих историй, но я понимаю, что в церковь может прийти любой человек. И это даже здорово. Мы об этом постоянно молимся, чтобы в церковь приходили не только идеальные люди. Церковь – это лечебница, где вы видели, что в больницу приходят только здоровые люди. Церковь – это место, куда приходят больные. Христос сказал, я пришел к больным, а не к здоровым. Правильно? Поэтому одно дело, пришел человек в церковь, другое дело, человек принят в церковь, как бы стал частью церковного общества. Но если человек пришел в церковь, и за кафедрой этой церкви понятным образом звучит точка зрения Библии, точка зрения Бога, в том числе на вопросы вот этих отношений, пусть слушает. Пусть слушает. Еще один важный фактор – само презрение, само отторжение человека по этому признаку, часто мы виновны в том, что мы уже изначально, как вот одинаковые полюса магнита, мы отторгаем людей, ну вот таких в частности. Но я часто думаю, когда читаешь апостола Павла, где он через запятую пишет, там и блудники, и такие, и такие, и воры, они все царства Божьи не наследуют. Окей. Чего мы так сильно вот питаем такое, ну, презрение к таким людям? Да, это явный порок. Да, Бог уничтожил Содом и Гамур. Да, Бог это ненавидит. Это же черным по белому написано в Библии. Но есть масса других пороков, за которые люди точно так же будут наказаны, будут нести ответственность и даже погибнут. Вот, потому я так вижу, я так мыслю, что об этом надо говорить. Позиция должна быть очень четкой. В уставе нашей церкви очень понятно написано, как мы, как церковь, мыслим в этом отношении. Но если такие люди приходят, они приходят, с ними беседуют, с ними молятся, им объясняют, кто хочет изменить свой образ жизни, а не меняют свой образ жизни. Сегодня говорим о красоте и мотивации с пастором Александром Шевченко. Мы продолжаем говорить об опасениях иммигрантов. И следующим таким опасением является то, что дети могут подвергнуться насилию, либо сами, вот видя то, что происходит в американских некоторых школах, это стрельба, доступность оружия, доступность наркотиков и каких-то психотропных средств, она может также повлиять на их детей. Что нам, родителям, делать, чтобы с нашими детьми этого не случилось? — Я не знаю, или вы видели, я иногда смотрю корреспондент, вот эту страницу в интернете, где украинские новости. И вчера была новость, где девочка убила собаку. Ребенку, я забыл, в каком городе Украины, собачка маленькая такая, декоративная, не знаю, какой породы, но ребенку, наверное, лет 8-9. Она просто брала ее, камера записала во дворе и просто била землю, пока не убила эту собаку. Потом топалась ногами по ней. Когда мы смотрим видео, подобные подростки бьют друг друга ногами, по лицу топчется эта подружка, друг, иногда выкладывают такие страшные вещи в YouTube. Это люди без оружия, без огнестрельного оружия, без холодного оружия, но внутри содержится такое количество зла, главное, без повода. Если там повод есть, то он присутствует, минимальный какой-то повод. Теперь, смотрите, еще перед тем, как я отвечу на ваш вопрос, я помню, я был в Израиле, не помню в каком году, но я был со своим другом одним в Израиле, и я помню, что было ближе к 12 ночи, и мы были ближе к центру города, там останавливались в гостинице, и мы очень хотели посмотреть бокс, Кличко тогда дрался с кем-то там, но в гостинице не показывали, не было трансляции, и мы узнали, что надо пройти там пару улиц, первый час ночи, мы в Иерусалиме, надо пройти там, может быть, 2-3 мили, и там показывает на большом экране этот бокс, идет трансляция, и мы решаемся туда пойти, и вот мы находим этот район, темно везде, мы вдвоем, мы находим этот район, и мы попадаем в такую, так, плазу такую, где много бары, там какие-то вечерние рестораны, и там тысячи три молодых людей, на наш такой прикид, тысячи три молодых людей, представьте себе, да, все эти люди с оружием, девушки, ребята, они в военных формах, ну в Израиле это, они все носят оружие с собой, то есть мы попадаем в среду, где и алкоголь продается здесь же, первый час ночи, три тысячи молодых людей, все вооружены, вы знаете, когда мы там были, мы смотрели бокс, мы сидели где-то трех ночи, настолько это вежливое общество, настолько там извиняются, если кто-то кого-то толкнул, пропускают, сколько там гостей, и я просто тогда первый раз подумал, интересно, если бы это была Украина, или Россия, чтобы все молодые люди имели огнестрельное оружие при себе, ночью, во что бы могло это бы все превратиться, то есть понимаете, когда мы смотрим здесь, произошла стрельба в школе, но мы не учитываем, что здесь в каждом доме есть оружие, у моих друзей, у меня нет оружия, но у моих друзей, ну я не знаю какой процент, у многих, у большинства есть оружие, это же Америка, это же Америка, я знаю, например, в Атланте, мой знакомый живет, он не может снять аренду помещения, если у него нет оружия, ему просто не дают, и он не имел ни пистолета, никакого оружия, ему просто уже из жалости пришли, подарили, чтобы он просто нашел себе жилье, то есть так как-то принято в этой стране, потому если взять в процентном соотношении количество оружия, а здесь, если вы откроете статистику, количество огнестрельного оружия в США больше, чем население, и если взять в процентном соотношении, сколько происходит, например, реально стрельбы там, и посмотреть на другие государства, в частности наши, блока стран СНГ, то я не знаю, где безопаснее, то есть все как бы очень относительно, потому что все зависит от того, какие средства массовой информации это подают, вот как нагнетают, что с этим собираются делать, и так далее. Я не знаю, как на этот вопрос отвечать. Не является ли это ответственностью родителей, вот нас, как родители, которые приехали в Америку, например, и сейчас ударятся в зарабатывание денег, и забудут о том, что необходимо передавать ценности своим детям? Совершенно верно. Эта проблема была значительно более ярко выраженной, когда мы приехали в Штаты 30 лет назад. Тогда нас никто здесь как бы не встречал. Сейчас вот новые эмигранты, даже беженцы едут, уже много контактов здесь. Практически в каждой церкви есть встречи для эмигрантов, группы взаимопомощи. Да, мы когда ехали, этого ничего не было, потому мы понимали, или выживать, или мы все идем на дно, мы просто. Потому тогда, вот я вспоминаю, 30 лет назад было значительно хуже, потому что родители бросились на зарабатывание денег, дети оставались одни, но сейчас я бы не сказал, что ситуация критическая. Я бы сказал, что эти проблемы есть, они имеют места быть, но в моем окружении, в тех церквях, где я служу, и в нашей церкви, почти 2000 людей собирается каждое воскресенье, я не вижу такой проблемы. В церковь приходят без оружия. Еще одно опасение, вот буквально у меня есть тоже лично несколько таких знакомых, и многие тоже и в соцсетях пишут, что они опасаются излишне такого вот славянского населения в Сакраменто, потому что тебя затянут в какую-то секту, и многие люди осознанно, они не идут на разные христианские встречи. Что бы вы могли таким людям сказать? Я бы мог сказать, что они правы, что в Сакраменто, наверное, две только православные церкви, насколько я знаю, и они достаточно малочисленные, хотя священников знаю, это хорошие, порядочные люди, но это правда, что Сакраменто знаменательный город тем, что здесь около ста евангельских церквей, то есть я не знаю, какой другой термин подобрать сюда, но это не православные церкви, так скажем. Вот, потому это церкви, если посмотреть на Америку, она в целом не православная страна, она протестантская страна. Самые большие церкви в Америке, они не православные и не католические. Самые большие мега церкви, самые влиятельные пастора, которые многие являются советниками президентов, это протестанты, это евангельские верующие. Вот, потому это просто другая страна, и если вы считаете это сектой, что страна целая, она просто не настолько православная, как протестантская, ну, мне кажется, вы очень узко мыслите. И если вы человек взрослый, если вы человек любознательный, если вы человек адекватный, я бы на вашем месте ради принципа поинтересовался. Кто эти люди? Чем они особенны? Если взять историю русской церкви, раскол, который произошел при Никоне, старообрядцы, это люди, которые остались держаться старых обрядов и не признали новых форм Никона, они ушли в раскол. Некоторые историки говорят, до 50% православного населения тогда не согласилось с официальной церковью православной и ушло в раскол. Эти все люди, которые ушли в раскол, это православные люди, они начали свой собственный поиск истины, если так позволено сказать, потому это вылилось в 3400 или 3500 разных направлений, согласий, толков, сект, если хотите, самых разных форм. То есть это все православные люди, но они просто кто что искал, кто что нашел. Вот, сегодня это уже более оформленная такая версия, это вылилось в классический, баптизм, адвентизм, это вылилось в классический, там, лютеране есть, но это более западные, кальвинисты. Так это интересно, вся Европа такая. Ну, сложно идеализировать какую-то церковь, потому что многие церкви тоже как бы репутацию запятнали, и люди уже едут в Сакраменто, заведомо начитанные, знают уже о каких-то скандальных историях, и поэтому они также осознанно чего-то опасаются. Понимаю, но лучше самому проверить, лучше просто прийти и посмотреть. Понятно, что каждая церковь — это отдельная община, а в целом наш интерес должен быть, это просто вера в Бога. Если вы это находите в какой-то общине, хорошо, потому что конечная цель — это не быть частью общины, конечная цель — это познакомиться с Иисусом Христом. Вот и всё. Хотелось бы закончить наш сегодняшний эфир какой-то мотивацией по внутренним качествам человека, как нам их достичь, и как достичь этой гармонии во взаимоотношениях с Богом, чтобы в нашей жизни не было ни проблем с детьми, ни, возможно, конфликтов с другими людьми, и не было ненависти, неприязни друг с другом. Вот на чём бы вы сделали акцент в плане внутренней красоты? Знаете, я бы сделал акцент на том, что изначально человек создан быть в гармонии с Богом, быть в мире с Богом. Это как вот в обычных отношениях в семье, когда теряется мир, когда мы отдаляемся друг от друга, да мы даже голос повышаем, мы уже не слышим друг друга. Человек орёт и так и говорит, ты меня не слышишь, я тебе уже три раза говорю. Это говорит о том, что между нами дистанция, я тебя просто не уважаю. А если в отношениях есть любовь, почитание друг друга, то мы даже по запаху, по атмосфере, по дыханию, по шагам мы узнаём, что-то стряслось по выражению лица, по мимике, мы говорим, что-то случилось. Нет, серьёзно, ну посмотри, что-то случилось. Мне кажется, так и с Богом. Если человек, правда, хочет исцелеть внутренне, если человек хочет расцвесть внутренне, то здесь вопрос даже не о церкви, здесь вопрос о самой Личности Бога. Если человек решится на то, чтобы убрать все преграды, все препятствия, которые ему мешают хорошо спать, иметь мир в душе, то, что Библия обозначает одним термином — грех. Пусть это будет зло, пусть это будет неправда, пусть это будет зависть, пусть это будет алчность, жадность, не знаю что. Но если человек решится на то, чтобы убрать эти преграды, потому что с Богом сблизиться не получится, если у тебя присутствуют эти пороки, если так можно выразиться, тогда человек выздоравливает, он сам красивым становится. Но из-за того, что люди предпочитают все как бы понакатанное, уже как есть, как все живут, тогда мы и страдаем. Отсюда и наши расстройства психические, отсюда и физические болезни многие. И я отвечаю за то, что я говорю, потому что человек — слаженная Личность. Если он внутри раздражительный, заведенный, он и болеть начнет. Потому это хорошо, это здорово, когда человек возвращается к Богу и обретает мир. Ну, Светлана, что мы удивляемся с военных людей, с насилия, на передовой линии фронта, убийства, если в семьях столько ненависти? Если мужчина, который женщине обещал, что он до смерти, и она ему обещала до смерти любить, в болезни, в радости, потом ненавидит этого человека, идет через бракоразводный процесс, уничтожает, системно, морально убивает человека, за которого готов умереть был, а теперь его убивает. То есть на земле очень много зла. И потому только Бог может нам помочь выбраться из этого лабиринта. Я это говорю уверенно, потому что я знаю тысячи людей, которые выбрались из этого лабиринта, и мужчин, и женщин. Спасибо большое. И хотелось бы подарить вам такой чаек «Красивые люди», для того, чтобы вы вместе с своей прекрасной женой сидели, пили, вспоминали об участии в проекте «Красивые люди» и помнили о внутренней гармонии, и красоте. Спасибо за то, что вы сегодня выделили это время и согласились ответить на наши вопросы. Спасибо. Часть вопросов – это от моих подписчиков в Инстаграме. Поэтому спасибо еще раз. Желаем всем красоты. Будьте прекрасны и внешне, и внутри, и пусть Бог благословит вас. С вами был проект «Красивые люди» и его ведущая Светлана Иотко. Благодарим за внимание и поддержку. Ищите нас в соцсетях Светлана Иотко Beautiful People. Будьте прекрасны и внешне, и внутри. Помните, что истинная красота рождается в сердце, отражается в глазах и живет в поступках. До новых встреч на радио Этно-ФМ. Продолжение следует...